важно понимать что в наших кругах мы разделяем такие должности как актер озвучки и статист первый же озвучивает персонажа а второй непосредственно играть за него на самой видеозаписи весьма сложно подобрать термины из реального кинематографа а поэтому было решено роли назвать именно так кстати всем привет меня зовут ансаныч я хочу поделиться о том как вообще проходил набор статистов на наш проект именно статистов они актеров озвучки так давайте сразу закрепим аббревиатура за с это закрытый сервер просто за добрите чтобы вы понимали меня как было с первым за с там мы просто позвали своих близких людей по кругу общения так как полноценного набора мы не проводили и не считали необходимым у нас даже и мысли таких не возникало потому что все это время мы снимали только со своими пацанами и думали что и в этот раз прокатит не ну прокатило если вы до сих пор жалеете что не попали на съемки зс то прошу вас еще раз посмотрите эти моменты и подумайте насколько дорога вам ваше эмоциональное состояние же раз просто расширю гарри смотрим кнопка r и такая вот это вот кнопка кто умеет расфриживать предмет гарри с моде вот так вот сделать никто не умеет что ли а вот так я думал оааа какой же про арка все но пугу в в на коннектор это церковь в в в в в в в не сильнее поворачивать сразу же чем еще сильнее поворачивать Давай. Ты можешь сильнее? Мы со спокойной душой отпраздновали съемки и монтаж первого сезона, и когда речь взошла о втором запуске, я понял, что здесь нужна артиллерия. В начале июня мы объявили о создании набора, где будем вербовать статистов на наш проект. Участники ознакомились с правилами и рекомендациями, которые мы выставили. По крайней мере, я надеюсь, что они и вправду ознакомились. А затем они написали свои анкеты. Желающих было много, но мы выставили ограничения, так как слишком много народу не имело смысла. Объявились четыре группы с соответствующими названиями. Проходит время, я проверяю заявки, и, наконец, наступает экзаменационный день. Как выглядело со стороны статиста? Ты появляешься на карте и слушаешь, что тебе говорит инструктор. Как с нашей стороны выглядело? Мы открывали вот такой гигантский листок команд и смотрели. Если вы думали, что мы от Валды просто так написали какие-то упражнения, чтобы поиздеваться, то... Вообще-то, да, так и есть. Ладно, если серьезно, то в каждом задании заложено практическое применение. Так, например, синхронность действий, очевидно, показывает, насколько точно вы умеете слушать тайминги. Два. Три. О! О, синхрон просто отлично. Это самая идеальная группа. А команды, встань вон в ту комнату, встань в другую, показывают, насколько вы готовы слушать нас. Третьим номером. Спрятаться в темной комнате и не вылазить. Поехали. Не каждый выдержит такое исправление. В темной комнате. Я сказал в темной комнате, а не в тайной комнате. Парень, ошибся, не мог. И еще куча таких. Звучит просто? Да. Но, как показала практика, не все были готовы воспринимать информацию должным образом. Мы сейчас всех вас будем проверять. Я напоминаю, что те, кто обосрется, вылетают нахер сразу. Полностью. Потому что... Ну, вы сами все читали, тут нет смысла два раза объяснять. Я напоминаю, что исполняем команду только после моего сигнала. Первые номера. Поменять скин на кляйнера. Цвет любой. Заспавниться и не двигаться. Выполнять. Или он тут заспавнился, я может просто не обратил... Нет, он встал и побежал в стройку. Нет. Нет. Как же путь. Извините, ребят, кого мы кикнули с набора, но нам нужно было по всей строгости это сделать, чтобы потом самому не сойти с ума. И вам не пожалеть об этом. Третьим номером. Спрятаться в тайной комнате и не вылазить. Выполнять. У меня школа РП какая-то. Говница. Ты пинку челы? Уроки пинка, да. Ну, мне кажется, это совсем уже плохо. Да не да. Там очень сильно стоит. О, волшебный арбалет! Ура! Нет. Капец. Теперь по парам зато. Каждого. Теперь по парам, да. Весело. Я у вас проведу интервью. Потому что я сейчас готовлю видосы. Будет очень круто, если вы о своих живых эмоциях, историях и вообще все интересное расскажете, что у вас тогда было. Вы все помните экзамен? Ну, первое такое. Ой, да. Да, да, да. Да, да, да. Я помню. Давай тоже по очереди, как у меня в сетке были. Биус, какие у тебя были эмоции от экзамена, от всего этого процесса? Ну, сначала там, на самом деле, было весело. Я поставил кота, и потом его это... Ну, трогали кота. Ведь кот. Это было. Потом еще... Ну, весело было, короче. Там был еще Squid Game, и в конце там искали кота и нашли кота. Все. Так. Сейчас будет очень-очень ответственное задание, которое во многом определит, кто будет, так сказать, участником съемок, а кто нет. Видите данного молодого человека? Дверь! Вот данный молодой человек. Сейчас я его спрячу где-то на гэмконстракте. Суть в том, что вам нельзя пользоваться науклипом. Я его спрятал в доступности, ну, обычной. То есть, ни на крышу, ни на балкон. Вы просто можете его так найти. А, забей его, нашли. Нашел. Где? В нижней комнате зеркала. По данному заданию мы решили, что тот, кто нашел кота, вылетает на н*** со съемок. Ладно. Это, ладно, это на самом деле мем. Задания кончились еще на стрельбе, поэтому это, поэтому да, все, это было финальное задание. Вот все, кто сейчас есть с нами на сервере, они проходят на съемки закрытого сервера второго сезона. Ну, мои ощущения были неожиданными, ну, и очень неожиданными, потому что нас очень сильно похвалили. Что за задание? Итак, задание очень сложное. Скажите, я сейчас вам кое-что покажу. Просто пичку. Ладно, сейчас. Я тоже почему-то об этом побегу. Вот это кукла. Сейчас я ее спрячу. Ну, вообще, в общем, вот кто нашел со съемок, ладно, шучусь. На самом деле нет, это было просто рофл задание. Мы над всеми группами так прикалываемся, типа просто рофл. Не, ну, они прям хорошо отыграли. Это вообще прекрасно. Я, конечно, не жду, что пройду. Да не, Никит, ты в принципе человек проверенный. Я думал, что ты пройдешь. Из группы Гарри, то есть вроде как и я, и она МЮК, вы единственные, кто прошли. Итак, мы начинаем снимать ЗС-2. А, смотрите, тут эмоции есть в зуме. Короче, если кто-то хочет ответить, просто поднимите эмоцию какую-нибудь. Вы помните, во сколько вы вставали на съемки? Конечно. Вам было нормально в этом вставать? Да. Я почему-то как-то не вставил. За то, что мы о самом причинили, быстро сказали спасибо. Спасибо, Края. Спасибо, Края. Спасибо, Края. А что так уставше? Спасибо, Края. В целом, все более-менее проходит нормально. Однако, полетели первые головы. Не буду делать акцент на имена, но некоторые просто не появлялись на съемках. У меня вообще к ним отдельный вопрос. Какого они приходили на отбор и занимали места, когда вместо них могли прийти другие участники, которые реально хотели с нами работать? Меня бомбит от них. Кто-то просто очень сильно наглел, а кто-то и вовсе успел помешать на съемках. Плюс раскрыть подробности производства. Да, у нас стоит строгий режим секретности, и мы запрещаем всем статистам и дублёрам делиться какими-либо инсайдами из производства, без нашего на то согласия. Будьте братанами и соблюдайте конфиденциальность. Это было так. Обращение к нашим ребятам. А что по итогу? У нас появился жёсткий дефицит статистов, и тогда мы объявили вторую программу. Какие были изменения? Ну, во-первых, мы заранее сообщили, что съемки будут ранним утром по московскому времени. Это сделано потому, что мы сами не в Москве живём, а в остальное время нужно было проверять записи и готовиться к монтажу. Во-вторых, мы потребовали микрофон, потому как мы стали использовать на съемках липсинг. Теперь модели могли двигать губами, имитируя разговоры. А для этого мы использовали voice chat. Чем лучше дикция и микрофон, тем лучше это смотрелось. Мы объявили набор. Анкеты очень быстро появились, и тогда мы организовали две группы с соответствующими названиями. Их поймут только супер-алтфаги. Мы объявили новый день экзамена. След, первый раз на съемках, в принципе. Ну, да. Нормально, у троих у них точно хороший липсинг. Я Никита, я Минзет. Короче, я уже имел опыт снятия машины, я у меня огромный дом, ну, просто решил зайти сюда. Надо следить за руками, магия. Короче, вот эту куклу видите? Отлично, поздравляем. Данный молодой человек. Да, данный молодой человек за безупречное выполнение задания вылетает со съемок. Короче, все. По факту испытательное задание укончено. Объявляется. Вот такие вот дела. Чтобы уж совсем все было четко и красиво, проведу интервью у самого себя и отвечу на самые важные вопросы. Когда-нибудь я доживу до того момента, когда у меня берут интервью, а не я у кого-то. Будут ли еще проводиться наборы? Они будут проводиться только в том случае, если у нас будет нехватка статистов. В данный момент у нас их полно. А это означает, что нет. Новый набор в ближайшее время не будет проводиться. Можно ли сделать в свою машине ему постер, мем, музыку, фанфик? Так что? Мы поощряем фанатское творчество, а поэтому можете даже не спрашивать. Заранее предупреждаю об авторских правах на музыку. Соблюдайте правила и не будьте мразями. И раз уж это фанатское творчество, то, естественно, это и не канон. Сами понимаете. Кстати, вы можете вполне поделиться своими творениями на нашем дискорд-канале в соответствующей теме. Так, дискорд попиарил, можно идти дальше. Можно я буду озвучивать персонажей в закрытом сервере? Съемки уже давным-давно завершены. Как и разработка сценария со всеми вытекающими. Ну и более того, кастинг давно закрыт. Что означает? Нет, нельзя. Можно я приму участие в закрытом сервере 3.4? Я не шучу, там реально кто-то написал про четвертую часть. Я, как и другие сычи, модераторы, статисты и вообще все те, кто связан с закрытым сервером, вам не дадут ответа по поводу третьей, и уж тем более про четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую. А по поводу, можно ли принять участие в дальнейших съемках? Нет, нельзя. Будет ли закрытый сервер 3? На этом все. Очень скоро выйдет следующий видеоролик из серии с закулисами, где мы будем отвечать на ваши вопросы. Спасибо, что посмотрели данный видос. Надеюсь, вам это было интересно. Отдельно благодарен всем тем, кто оформил подписку на Бусти. Не забудьте оценить видосики, что появились на экране. Еще увидимся. Покедова. Выдайте мне самую кринжовую историю во время съемок. Я на первый день съемок не попал, попал только на второй. На второй день съемок пошли кто-то, вроде, либо песен, либо пицца. Как раз этот кринж. И, если не ошибаюсь, еще кто-то из вылетевших. Ну, скорее всего. Вроде, сдачный приходил. Со второго нет? Нет, он с первого был. А, да-да-да-да-да. С первого. Он с первого был. Он приходил, по-моему, на первое. Нет, он на второй только пришел. Ну, не важно, мы не... Вот, короче, мы начали снимать. Это... Про сцену Сторон Тайка уже все знаю, да? Подумаю. Что про это? А, если тебе это, то там... Там вообще... Это, слушай, это было, да. Это было еще в первой серии. Да, первая серия, вот. Сцену Сторон Тайка, короче... Я был за Корса играл, а как раз был за Коннектор. Нас возили на две группы. Я есть... И еще вроде... Ай, не знаю... Остальных кинули... Там были... Да, да. Остальные просто играми занимались. Да, пицц вроде. Короче, их кинули в остальную группу... Во вторую группу мы начали сниматься с... Я... Сниматься? Он вообще нихрена не понимал, что надо делать. Он... Он просто вот абсолютно... Ему говорили... Повернуться во время этого, сказать. Он сначала поворачивался, потом уже говорил. Либо наоборот делал. Вот. Короче, после этого его... Нас турнули. Нас турнули. Нас заменили. Мы потом сидели в комнате отдыха. Я потом отошел вообще... Ну, просто отдохнуть немного. Поспать даже. Вот. И, короче, я прихожу. Я смотрю. Я лежу... Мой персонаж в комнате отдыха лежит мертвый. Там все горит. Я слышу, как взрывается мелан лаунчер. И потом Андрей начинает бомбить на то, что... Что за звуки происходят. Он посмотрел в логах. Он нагнал... Конечно же, все отрицал. И из-за этого его вообще турнули с набора. Ему один раз сказали, второй раз сказали. И третий, когда нас уже заменили, тоже сказали. И, ну все, Андрей бомбанул и сказал. Я тебя предупреждал. Его бомбать. Из-за того, что этот день был сокращен. И он длился 4 часа. Необычная шесть там вроде. Вот. Он длился 4 часа. Мы успели снять только одну минуту. Ну, немного, короче. Ну или три. Не, не помню. Вот. Короче, его турнули. Вообще со съемок полностью. Либо на следующий день. Либо в этот же день вечером. Появляется комментарий под тизером. Как раз от него со спойлерами к первой серии. Да. И, короче, вот я скинул глимёрку. Саныч может использовать здесь скринные на монтаже. То есть вот. Что видели статистик наши? То есть Карамцев написал. Теперь внимание. Он забанил этого челлика и написал почему. Вот там даже отдельно комментарий показал. В общем, перед съемками 300 раз говорили, что будут сливы. Да, будут сливы. В итоге мы его слилили. И Андрей его забанил. И мы пришли к такому выводу, что он просто обиделся на то, что его турнули. И он решил так вот типа отомстить. И у нас это теперь стало таким мемом, что мы любого спойлераста или какого-то такого человека называем пешком. Потому что я тоже нелюбимого. Я просто помню. Этот даже не умудрился поменять ник в ютубе. Я не умудрилсяonder. Я не умудрился terme.